так парень вот я под разобрал уже здесь лишнее снял и вот она это обратка вот злосчастная она постоянно здесь сопливит мокреет течет короче вот мокрая башка вот сырая башка вот мокрая башка одна только сухая башка из пяти это конкретной болезни у этих крафтеров и этот шланг как я уже сказал капец как дорого стоит поэтому упростим и сделаем надежно и навечно парни замутим тему как я уже сказал что это обратка постоянно всегда течет сопливит мокреет в общем два раза снял вот этот штекер и все их она крышка или даже просто купил поставил потом со времени все равно будет течь в общем это полная дорого стоит капец как дорого стоит оригинал тем более дорого стоит китайские одноразовые поэтому все сделаем просто и лаконично по-русски простой способ вся текла сопливила то есть вот уже и тут подклеивал кто-то когда-то вот клей какой-то здесь я сделаю все намного проще вот у меня был еще один такой кусок этой обратки старой видать и а вот это стояла потом поставили вот эту вот так вот с этой вот обратки я взял трубку шланг вот этот вот крепкий кстати говоря надежный толстый вот он и собрал уже вот такую вот обратку просто просто пацаны больше ничего не надо вот такие вот тройники жигулевские ладовские я не знаю какие там самаровские такие вот тройнички пластиковые естественно это китайские китайского производства обычные пластики такие вот которые стоят на трубочках шланчиках соединениях там я не знаю на брызгалках на окна ночью на любом рынке на любом базаре можно такие купить вот эта штука заменит мне вот этот вот всю вот эту клипсу вот так собираем хомутик хомутик трубочка вот эта трубка вот эта трубка пойдет на сосок форсунки и дальше вот прямая магистраль такая вот такой вот шланг есть он оденется на форсунки на соски центральная часть магистрали пойдет вот с этих вот трубочек смотрите здесь этот сосок вот так заглушил просто взял зажигалкой нагрел подплавил и все здесь течь не будет вот получился вот уголочек кусок трубки все кусок трубочки одеваем сейчас вот сюда вот так раз он плотненько налази так прям вот короче плотненько плотненько очень так плотненько хорошо натягивается налазит вот и все отлично берем всю магистраль точно так же раз очень плотно туго натягивается это и хорошо крепче будет держать все готово так ровно сейчас вверх выпрямить что мы были соски на одной линии вот эти вот хомуты пластиковые стяжки они такие пожестче жесткие плохо растягивается она и хорошо крепче будет держать надеваем хомут стяжку затягиваем все теперь он никуда не денется будет тысячу лет ходить так раз раз даже тут сильно не надо слишком затягивать он отлично держит и лишним так раз кусочки откусил красиво красиво не только красиво но будет и функционально теперь этот шланг вот он тоже бензостойки маслостойки берем сколько примерно длина вот такая я думаю будет более чем достаточно можно больше можно меньше то есть как по размеру под стать ну вот примерно так все нарезаем лезвие так раз резанули об все великолепно и натягиваем надеваем вот сюда вот на штуцу ручка он тоже туговато идет отлично вот так раз все даже можно не садить на хомут а можно и посадить на хомут так еще один кусочек шланга такой же длины да как мы и уже выбрали вместе с вами вот тогда режим этот диаметр сколько это четверка до четыре с половиной пять миллиметра как раз не ну где-то четыре пять миллиметров да как раз вот он хорошо натянется на форсунку идеально тоже там будет плотненько сидеть и течь я думаю не будет о все великолепно идеально то что доктор прописал вот сейчас с вами и соберем всю магистраль обратки и уже этого геморроя не будет в любое время когда вам нужно будет взяли хомут кусачками чикс и скинули трубочку все проблем нету да можно еще без хомутов может хомутами кому как нравится короче говоря легче шланг поменять сдернуть чем вот такой вот геморрой пластиковый мокреющий сопли вещи сотящий сейчас сащища солярой проблемы все великолепно раз два три 4 5 еще один саж сейчас соберем с вами на одной линии что он было магистрали прямая то же самое хомут так ровно стоит ровно стоит вот так вот так от руки чикс затем все время то он никуда не денется не слезть не соскочит и течь не будет отлично отлично ребята великолепно так режем чё нам потребовалось пять минут на сборку но 10 ладно и пошли на базар там по я не знаю там по пол доллара там по 20 центов купили вот такие вот тронечки что цера не все вопрос решен вопрос решен пацаны в ценою блин вам не соврать а сколько она стоит где-то 100 баксов 80 евро 60 там 80 евро стоит китайские тоже не уже не дешевые китайские вообще голимая фуфло одноразовую так что вы даже если и перс первого раза защелкнули все короче может потечь вот все пацаны вот она магистраль собранная ну и последний штрижок остальной хвост магистрали все ребята вот натянули сейчас хомутиком все никуда не денется теперь будет держать и работать сто лет пока резина не раскиснет солярки но я не думаю что она ближайшие два три четыре пять лет раскиснет от солярки все вот вам и магистраль ценою в 2 доллара грубо говоря вот она как вам но это конечно вот это условная длина уже там по месту вы как захотите так и делайте такую такую длиньше без разницы главное чтобы вам хватило длины магистрали отлично отлично я думаю великолепно все все ребята останется только сейчас ее на форсунки натянуть и можно на хомутики тоже раз два три четыре пять все отлично вот он цена вопроса 2 доллара и 10 минут сборки сейчас воткнем обратку вечную и дешевую за 2 доллара и забудем про то что у нас будет когда-то теперь сочится соляркой будем думаем везде капает сочится мокреет сифонит нет все будет надежно сердито и долговечно вот и все поставил я обратку надежную теперь она будет тысячу лет стоять и ничего с ней не случится не побежит не будет ссаться соляркой и будет работать как положено все просто тупо все довольно просто и надежно и навеки вечное теперь стоять будет работать и мотор запустил и посмотрим как работает моя обраточка ну идеально работает вообще даже даже претензий нет никаких все это вечная обратка даже если она и потечет будет сопливить мокреть просто берете шланчик покупаете на в любом рынке за там 2 рубля за 30 копеек меняете и абсолютно никаких проблем нет все вечная идеальная обратка легко и просто дешево сердито функционально все и навеки вечное парни ну вот такой вот лайфхак вам на заметку пользуйтесь на здоровье если у вас такая есть проблема с обраткой солярки то можете точно так же замутить это реально проверенный действующий способ сделать себе сделать себе обратку чтобы она у вас работала не сопливила не мокрила не ссала солярки со всех щелей будет ездить работать и 2 копейки это будет стоить вам все пацаны на этом все не ломайтесь если ломаетесь чинитесь грамотно всем удачи пока а